Киноматериал Как сказал великий математик Декарт, определите значение слов, и вы избавите человека от половины хлопот. Что такое удержание? Удержание это вынужденное положение, при котором соперник лежит спиной на ковре, а проводящее удержание касается своим туловищем, его туловища. Можно удерживать сбоку, со стороны головы, верхом, со стороны ног. При этом положение проводящего удержания безразличное, он может лежать на животе, на спине. А кого удерживает, должен находиться только на спине. Если он переворачивается на живот, удержание прекращается. Причем, очень важно уловить тот момент, когда он уходит. Если угол между спиной и ковром составляет менее 90 градусов, считается, удержание идет. Как только соперник лег на бок, и этот угол составлял 90 градусов или больше, судья останавливает встречу. Способов применить удержание очень много. Самое распространенное из них, это удержание сбоку. Основной прием. Находясь сбоку от противника, обхватить одной рукой его за шею, руку соперника взять под мышку, прижать к себе, голову наклонить вниз, чтобы соперник не мог ее отжать. Ноги развести по сыре, чтобы ваше положение было более устойчиво. Иначе он уйдет от удержания. Вот так. И главное крепко держать, обхватывать шею соперника и руку, своими руками прижимать руку к себе. Вот так. Правильно. Здесь он не уйдет. Стараться находиться все время рядом с соперником, не забегая вперед ногами и не отступая назад, чтобы четко удерживать его именно в этом положении. Кроме основного способа применения этого приема, существует много вариантов. Мы сейчас все посмотрим. Захватом руки из-под головы. Очень хороший вариант. Сопернику трудно. Видите, в каком он неудобном положении. И уйти из этого удержания нелегко. Так. Хорошо. Другой вариант. Захватом двух рук, удержание спиной. Находясь сбоку, лечь на спину, обхватить обе руки соперника, крепко прижать их к себе. Ноги развести как можно шире. Уйти отсюда очень тяжело. Удержание поперек. Захватом за пояс. И за куртку из-под головы. Тоже хорошее удержание. Голову прижать как можно ниже, чтобы его нельзя было отжать. Так. Видите, он прижимается. Не дает возможности сопернику освободить руку. Как проводить удержание? Схватка начинается со стойки, с какого-то броска. И поэтому нам нужно узнать, после какого броска и как потом перейти на удержание. Стоит друг перед другом на коленях. Просок через бедро. И переход на удержание сбоку. Этот вариант удобнее отрабатывает для новичков. Другой вариант протель лежит на животе. Соперник переворачивает его и переходит на удержание сбоку. Также простой вариант рекомендуем для только начавших заниматься борьбой сам. Голову опустить пониже, чтобы соперник не смог ее отжать или завести ногу за голову. С положения стоя перед соперником в стоящем на коленях сделать бедро и перейти на удержание сбоку. Захватом головы и руки. Тоже голову опустить пониже, ноги пошире. Вот другой вариант. Бросок с захватом руки под плечо. И после этого переход на удержание сбоку. Бросок через бедро. Переходом на удержание сбоку. Захватом руки и туловище. Следующий вариант. Бросок через спину с колена. И переход на удержание сбоку. Захватом за голову и за руку. Также голову вниз. Бросок задней подножкой. Бросок с переходом на удержание сбоку. Захватом руки. И головы. Ноги как можно шире, голову вниз. Схватка не заканчивается удержанием. После проведения удержания нужно сделать какой-то другой прием. Болевой прием или перейти к другому удержанию. Мы назовем это выход из приема. После удержания поперек, переход на болевой прием узел руки наружу. От удержания поперек, болевой прием узел руки внутрь. Посмотрим еще разок. Видите, опуская кулак вниз, выполняется болевой прием. Вот от удержания сбоку, переход на болевой прием узел руки наружу. С захватом руки под ногу. Вот другой вариант переход на рычаг колена. Но, видите, не очень получается. Еще раз попробуем. Не выходит прием, потому что неправильно делается захват. Так, посмотрим, как это делается. Переносим ногу через ногу соперника. Захватываем ногу соперника. Сжимаем ее своими бедрами крепко. Захватив локтевым сгибом ногу в районе хиллого сухожилия. И прогибаясь корпусом вперед, проводим болевой прием. Рычаг колена. Следующий переход от удержания сбоку на болевой прием узел руки внутрь забеганием. Так. От удержания сбоку, переход на удержание поперек и болевой прием узел руки поперек. Вот еще раз давайте посмотрим. От удержания сбоку. Пытается сделать блюдо, не получается. Переносит ноги. И узел руки поперек. Переносим руку под голову соперника. Захватываем противоположную руку. Делаем болевой прием рычаг плеча. Видите, противник сдается. А давайте теперь посмотрим еще раз и не спеша. Помедленнее, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok После демонстрации приема требуется закрепление его. Давайте попробуем его в тренировочном схватке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соперник будет пытаться Вывернуться на живот Молодец Ему это удалось Попробуем теперь некоторые варианты Захватом руки соперника из-под головы Очень хороший вариант Соперник в неудобном положении Ему трудно уйти От положения сидя верхом Захватить руку соперника И голову Тоже хороший вариант Он не может перевернуться на живот Потому что мы удерживаем его Захватывая руку Другой вариант После попытки Соперника сделать прием Обхватили голову Захватили за куртку его И проводим удержание верхом Другой способ Вкрестив руки соперника За головой Удерживаем его в положении Удержания верхом Ногами не даем возможность Ему встать на мост От положения удержания верхом Пропускаем руку в сторону Прижимаем к туловищу соперника Рука соперника прижата к его туловищу И он уйти не может Рассмотрим варианты входа в прием После броска с упором ноги в живот Переходим на удержание верхом Хороший переход Другой вариант Захватом пояса соперника на спине Делаем бросок через голову с подсадом И продолжая удерживать пояс Проводим удержание верхом Делаем обвив И после броска Переходим на удержание верхом Захватывая голову соперника И удерживая И прижимая его животом к ковру Другой вариант Противник стоит на четвереньках Переворачиваем соперника кувырком вперед И делаем Обратное удержание верхом Вот такое положение Называется обратное удержание верхом Соперник лежит на животе Перевернем он на спину И перейдем на удержание верхом Тоже хороший, очень простой прием Его можно показывать на первом году обучения Находясь сбоку Захватите обе руки соперника Перевернуть его на спину И перейти на удержание верхом Захватом двух рук Тоже прием рекомендуется Отрабатывать на первом году обучения Просунули одноименную ногу Между ног соперника С помощью своей ноги Действуя ею как рычагом Перевернули его на спину И перейти на удержание А теперь посмотрим Что можно сделать после удержания верхом После удержания верхом Подвести руку под голову соперника Захватить дальнюю руку Протянуть ее к себе И провести полевой прием Рычаг к плечу Еще разочек попробовали Но этот прием Рекомендуем отрабатывать на втором году обучения От удержания верхом Подвели ногу под ногу соперника И выпрямляя свою ногу Делаем полевой прием Узел ноги А вот здесь надо музыку Да, попробуем Давайте Делаем полевой прием Делаем полевой прием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробуем отработать эти варианты Так, попробуем один вариант Второй, третий Какой у вас лучше получится? Так, стоп-стоп Вот это надо повторить Пожалуйста Основное положение Находясь со стороны ног соперника Захватить двумя руками его за шею И прижавшись животом к шевоту Или туловищем к туловищу соперника Провести удержание со стороны ног Ноги развести как можно шире Теперь рассмотрим Другие варианты выполнения этого приема С другими захватами Находясь со стороны ног Обхватить шею соперника обратным хватом И провести удержание со стороны ног Плотнее прижиматься к сопернику Не давая ему возможности вывернуться на живот Так, другой вариант Захватить туловище соперника двумя руками Опустив голову вниз Прижавшись к нему Провести удержание со стороны ног Прижать руку соперника к его туловищу И захватив руку из-под головы Провести удержание Еще один вариант посмотрим Захватить соперника за шею Прижаться к нему крепко И провести удержание со стороны ног Находясь со стороны ног Захватить руку Прижать ее к груди соперника И провести удержание Так, теперь попробуем прийти к этому удержанию После выполнения броска зацепом Перейти к удержанию со стороны ног Захватив соперника за шею И скрестив руки на спине Плотнее держать захват Другой вариант После выполнения броска Захватом двух ног Захватить соперника за шею И провести удержание со стороны ног Хорошо, крепче держать захват После броска с захватом за ногу И задней подножкой изнутри Переходим на удержание со стороны ног А теперь переходы от удержания со стороны ног На другие приемы После проведения удержания Лечь на спину Скрестить ноги на ногах соперника И провести болевой прием Ущемления силы схожили Захватить дальнюю руку из-под головы И провести болевой прием Рычаг плеча Этот прием более сложный Его рекомендуем отрабатывать на втором году обучения Встали, захватили ногу Перевернули соперника на живот И провели болевой прием Ищемления силы схожили Садясь После удержания со стороны ног Проведение болевого приема Узел руки Здесь небольшая ошибка Нужно Локоть опускать вниз Локоть подтягивать к туловищу соперника Тогда прием провести легче Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, а сейчас перейдем к удержанию со стороны головы Удержание со стороны головы С захватом за туловище Так, пониже голову По шире ноги Крепче держать соперника Не давать ему двигаться Не давать вращаться Нет, не выходит Так, еще раз еще попробуем Захватить за пояс Прижаться к нему Плотнее Плотнее держать захват Плотнее держать захват Не давать противнику Вывернуться на живот Тоже не выходит Так, ну давайте еще раз попробовали Так, ноги как можно шире Животом прижаться к груди соперника Обхватить его руками Крепче держать Тоже не очень четко Так Основной прием Находясь со стороны головы Прижаться к нему крепко Так, вот рукой лучше за пояс взять За пояс взять Голову опустить вниз Животом прижать плечо Соперника к ковру Вот локоть к себе Все время находимся Со стороны головы Удерживая плечи соперника на ковре Таким образом мы не даем ему возможности Избежать удержания Можно обхватить Туловище соперника Двумя руками Прижать его к себе Так, попробовали Хорошо Плотнее, плотнее держать захват Голову опустить вниз Ноги как можно сырье Разведены в разные стороны При плотном захвате Противник не может избежать удержания Как неплотно взять захват Противник может уйти Ситуация опасная Видите, сейчас он перевернется на живот Плотнее держать захват Не давать ему возможности Вывернуться на живот При неплотном захвате Противник переворачивается Нужно держать плечи соперника Так, плохо держит Плохо держит удержание Не контролирует плечи В результате соперник Неплотно прижат И он переворачивается на живот Так, лучше захватить пояс Удобнее захватить пояс Так, лечь Лечь на соперника Захватить пояс Прижаться к нему Своей грудью Так, попробовал Вот ошибка Колени подтянуты А мы договаривались Что ноги как можно шире Как можно дальше от соперника Вот так удержание не может получиться Посмотрим варианты Выполнения основного приема Захват за пояс И захват руки За пояс и за руку Хорошо Соперник не может уйти Плотный захват Захват за пояс тоже И спод рук соперника Прижимаем своими руками Руки соперника к туловищу И держим его крепко Ноги разведены как можно шире И как можно дальше Так вот другой вариант Приема можно Приподнимая голову соперника Когда он встает на мост Можно удерживать его и в таком положении Руками держим пояс Другой вариант Очень неудобное положение У соперника захват Одежды Из-под руки Видите Крепкий захват за кортку И соперник не может Вывернуться Скрестили руки соперника на груди И крепко держим Его в этом положении Удержание идет Вот как можно перейти на удержание С стороны головы От захвата за ноги Соперник защищается Мы обхватываем его обе руки И переходим На удержание стороны головы спиной Очень хорошее удержание Захват за дальнюю руку Переворот И удержание со стороны головы Хорошо Крепче держать Другой вариант Перехода на удержание С стороны головы Так, повторим еще разочек Этот же вариант Вот посмотрите Захват за кортку Переворачиваем его На спину И крепко захватывая Проводим удержание С стороны головы Рука захвачена из подмышки За одежду Крепко прижимаем его К себе Захватив одежду Переворачиваем соперника Кувырком вперед И проводим Удержание с стороны головы Ноги как можно шире Прижаться Плотнее К сопернику Животом Прижимаем его плечо К ковру Стоя друг перед другом Захватив голову Делаем бросок И переходим На удержание с стороны головы С захватом головы соперника И руки Плотнее удерживаем Руку соперника И голову Не давая ему встать на мост Поддергивая его к себе А теперь Попробуем переходы От удержания со стороны головы К другим приемам Начинаем делать С удержания с стороны головы Удержание засчитано Переносим ногу через стул Из соперника И переходим на болевой прием Рычаг локтя С захватом Руки между ногами Так, попробовали Другой вариант От удержания с стороны головы Проводим болевой прием Узел руки Внутрь От положения Удержания с стороны головы Переходим на болевой прием Узел руки Внутрь Второй раз посмотрели Так, переходим на болевой прием рычаг локтя От удержания стороны головы Приподнимаем его Кладем его на себя, ноги Держим тузоще и делаем болевой прием Рычаг на два плеча Еще один вариант От удержания стороны головы забегаем Переносим ногу через соперника И проводим болевой прием Узел руки КОНЕЦ Мы просмотрели с вами все виды удержаний Настала пора их отрабатывать Первое это изучение приемов по частям И слитно, без сопротивления партнера Сначала по частям, затем слитно Но соперник не сопротивляет Затем отработка приемов схватки С сопротивлением после взятия захвата Взять захват Потом начинается уже легкая схватка Затем тренировочная схватка с соперником Но более легкого веса Или меньше квалификации Которая слабее Вот с таким соперником легче Отработать прием Следующий этап Это тренировочная схватка с равным соперником Не говоря заранее, что вы хотите сделать Боретесь В тренировочной борьбе Задача провести удержание Следующая ступенька Это соревновательная схватка И, наконец, наивысшая ступень Овладения приемом Это проведение Схватки с соперником большего веса Или высшей квалификации Задуманного приема В таком коротком фильме Нельзя показать все Способы проведения удержания Поэтому мы вам показали только основные А остальные вы придумаете сами Съемочная группа Благодарит заслуженного мастера спорта Давида Рудмана И его воспитанников Из московского клуба Самбо-70 За активную помощь в создании фильма Субтитры создавал DimaTorzok